Итак, Хагай Фелисиан, подозреваемый в убийстве в гей-центре Барнуар, отправился под домашний арест. Роман Задоров, в который раз признанный виновным в убийстве школьницы Тайрада, наоборот, остается в тюрьме. И это лишь часть примеров странной, мягко говоря, работы полиции и суда. В студии со мной журналистка Галина Маламант и адвокат Яков Шкляр. Господа, добрый вечер. Здравствуйте. Галина, вы как журналист, который следит за происходящим. Вопрос, который возникает после просмотра репортажа. Действительно ли речь идет о цепочке ситуаций, которые просто совпали случайно друг с другом? Или, может быть, это признаки того, что рушится потихоньку вся система? Что-то там не так? Наверное, система не рушится. Речь каждый раз идет все-таки об индивидуальных случаях. Если вы имеете в виду судно в Задоровом, то в данном случае. Это тот самый случай, когда мертвой хваткой вцепились в человека, не принимая во внимание другие версии и не разрабатывая их от начала и до конца. Суд, который оставил за собой множество вопросов. И даже сам председательствующий суда сказал, что эти вопросы для нас останутся загадкой. Система расшатана или просто действительно речь идет о цепочке совпадений? Нужно просто посидеть и переждать, когда все закончится? Каждую неделю, когда есть какие-то новые дела, криминальные дела, и если они совпадают, есть больше, чем пару-три-четыре делов, так все спрашивают этот вопрос, что случилось, что это за цепь совпадений, или это разрушится. Вся система, я думаю, что система сильная. Полиция работает, суды работают. Иногда даже слишком сильно, как говорит Галина, иногда вцепаются в кого-то, его не оставляют. Тогда все кричат, что с ним, он вообще не виноват. А иногда кого-то осудили, посадили. Его мать приходит и говорит, что с ним, он вообще не виноват, и это не так, и не так. А иногда кого-то отпустили из тюрьмы, когда доказано было, что он не виноват. И все кричат, почему его отпустили, он же убийство. Давайте вернемся все-таки к делу Задорова. Когда складывается ситуация, при которой полиция задерживает человека, которого она решает объявить виновным, объявляет его виновным после подачи обвинительного заключения, все давно продолжается следствие, продолжают собираться улики. Человека осуждают, происходит апелляция. И Верховный суд возвращает дело на пересмотр тем же самым судьям, которые в первый раз уже его осудили. Каков шанс вообще на то, что результаты окажутся? К сожалению, закон таков, что должен пересматривать тот же самый суд, который его слушал первый раз. Это же пересмотр дела, причем по нескольким пунктам. Потому что апелляция была подана из семи пунктов на пересмотр. Верховный суд принял апелляцию только по этим двум пунктам, а именно по ножу. И именно... Давайте напомню только телезрителям. Защита утверждает, что девочка была убита, зарезана не тем ножом, который якобы свидетельствовал. Да, свидетель от защиты Майя Фурман. Она утверждает, что форма ножа имела рубчики. То есть это не тот самый нож, который использовал задор в своей работе. Вот таким вот образом. Дело в том, что прежде, чем Майя Фурман, приглашенная уже во второй раз, давала эти показания, сначала показания давал, как специалист от защиты приглашенной, это был Хен Кугель. У него несколько... Международный эксперт-криминалист. Да, он сейчас директор Института судебно-медицины Абукабир. У него была несколько иная точка зрения. Во всяком случае, он говорил о том, что он предположил, что убийца был левшой, он предположил, что удар наносился сзади. Что касается ножа, Хен Кугель тогда давал отчет, анализ сделал. Он сказал, что точно установить ему не удалось, каким именно ножом. Яков, простите, именно на этом моменте я бы хотела к вам перейти. Если суд не уверен в точности улик, не предпочитает ли он всегда пойти в оправдательную сторону? Значит, может быть, просто у Задорова плохие адвокаты? Убедительный адвокат может доказать, может доказать и может убедить. Но тот, кто решает, мы же им взятки не платим. Знаете, я не думаю, что речь здесь идет о взятках. Я думаю, что, судя по атмосфере суда, я не психолог, чтобы, в общем-то, оценивать, но по сути, потому что я там видела и чувствовала, я была неоднократно на заседаниях суда по делу Задорова. Очень сильный прокурор, очень сильный. Я думаю, что если бы она была адвокатом, она бы выиграла. Но при определенных обстоятельствах, если бы ее точно так же поддерживал судья, как это было в Зале Суда, судья и прокурор, они были на одной стороне, и это было видно невооруженным глазом. То есть вы как бы, вы утверждаете, что я начала с системы, система рушится, а вы утверждаете, как работает эта система? Почему прокурор сильнее, чем адвокат-защитник? Потому что прокурор и полиция, и суд работают вместе. В связке. Да, конечно, приходит адвокат-защитник, который помогает обвиняемому и старается его угородить. К нему относится суд по-другому, чем прокурору. Прокурору легче. Несмотря на то, что полиция ведет следствие, скажем так, не всегда достаточно четко, как мы, например, сейчас видели в деле с гейт-центром. Полиция выбирает путь, и по этому пути она идет и собирает улики. Если она ошиблась, весь этот путь, он неправильный. Но полиция не любит менять этот путь, потому что они уже пошли в этом пути. И они стараются взять обвиняемого и его заставить. То есть мы уже заставили признаться. Это самое легкое. Поэтому так они сделали задоровано. Мне его заставили признаться. И это улучшило их шансы доказать дело. Очень просто. Но с другой стороны, например, я возвращаюсь к делу об убийстве в гейт-центре Барнуар. Да. Там же тоже была заключена сделка с государственным свидетелем, который дал показания против главного подозреваемого, фелисиана. Вы понимаете, речь идет о сделке. Это значит, в суде нет явных доказательств, которые предъявила прокуратура. Нет возможности доказать факт преступления. И когда они идут на уступки обвиняемого, они сделали его государственным свидетелем, чтобы он тоже получил какую-то уступку. Или это меньше лет ему тюрьмы, или он еще какие-то блага получит и так далее. То есть здесь вот эти вот сделки, оно из слова плохо слышится. И оно действительно, сделка это не совсем то, что надо было бы, чтобы суд был доказательным. Вот доказательный суд, это, наверное, все-таки... Хотя в то же время мы говорим про дело Задорова, здесь был доказательный суд. И факты и улики, которые остались за пределами суда, которые не были приняты во внимание, они просто игнорировались. То есть, в принципе, в итоге, наверное, все-таки все всегда зависит от человеческого фактора. И в случае с делом Задорова будем ждать... На попятном суде не идут. Да, но тут надо объяснить. Ждать решение Верховного. Дело Задорова было уже выяснено, его уже обвинили и осудили. Дело Хагая Фелесьяна еще только началось. Его только арестовали до конца судебных следствий. Так как они сейчас нашли новые улики, что этот главный свидетель, он им наврал, так они его отпустили до того, что они найдут новые улики. Надо сказать, что это правильно. Найдут или не найдут. Так и надо было делать. Найдут или не найдут. Они бы могли не искать эти новые улики и продолжать суд, и посадить Хагая Фелесьяна. И потом бы претензии были точно то же самое, как есть против судей, которые осудили Задорова. Все-таки я возвращаюсь, наверное, к своему выводу после разговора с вами. Вопрос, наверное, не в системе, но в человеческом факторе. Галина Маламант, Яков Шкляр, большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо.